Мы на месте. Мы приветствуем Константина. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверить ли он нам свое биополе на период сеанса. Он согнутый, у него руки на коленях, ему трудно разогнуться. И у него на ногах такие, как сапоги оловянные, какие-то тяжелые, как валенки. Хорошо, на ногах я понял. А что его скрутило? Есть там конструкция или что-то другое? Я ничего не вижу. Вот эти сапоги, они каким-то утяжеляют очень его, ему трудно распрямиться из-за них. Ну это бес или демон. Хорошо. Силой моего намерения, снимая с него эти сапоги, они выходят, отключаются полностью и летят в клетку тюрьмы. Готово. Выпрямился? Он потихоньку встает. Они как какие-то электрические, как удары ему давали, поэтому он... Вот так даже. Хорошо. Импульс, да, какие-то делали ему. Константин дает свое согласие на проверку. Говорит, сейчас лучше в спину прогинает. Даю. Даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Константина под ногами. 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все семь тонких тел Константина. Находит все. Демон здесь 12. Демон 12. Хорошо. Сколько каналов? У него два канала. Вот. Демон наверху еще есть канал. И где он? Мимикрирует кто-то? Там вообще пусто. Снимается маски и голограммы. Сущность предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивает этого канала. Прямой канал к ответственному. Один, два, три. Притягив в клетку тюрьмы. Стоит в клетке тюрьмы мой заложник. Здесь гуманоид. И он его за шею держит, как на поводке. Где он сейчас, этот гуманоид? В клетке. Хорошо, гуманоид. Ты решил здесь кого-то за шею подержать, да? А не подумал ли ты, что тебе... А, ты не подумал, что тебе это может случиться точно так же? Не подумал. Откуда ты? Откуда. Сколько ты находишься в этом биопуле? Два месяца и чуть-чуть. Какая цель твоей подключки? Ты пробил ему сердечную чакру или кто ее пробил? Он показывает, как он за этот ошейник тянет в разные стороны. И он начинает злиться, потому что не понимает, почему кидает туда-сюда. И вызывает ярость в нем. Эту ярость он собирает, что ли? Нет, он его приручает, как животное. У него есть поводок и плетка. Поводок и плетка идут в соседнюю клетку. Я тебе хотел что-то другое показать в обмен на эту плетку и на этот поводок. В моих руках появляется шар с живой плазмой. Один, два, три. Хорошо гуманоидцу ты. Не хочешь обменяться своими артефактами на мой артефакт? Он говорит, что это не настоящая живая плазма, только о военных. Ты уверен, что ты хочешь ее проверить? Он не уверен, но он... Вот нам ее дали военные, чтобы ты был в курсе. Это именно та живая плазма, именно та, которая на уровне ДНК расщепляет тебя. Куда она у тебя? Ну вот в таких структурах я работаю. И ты находишься в этом месте. А он тогда что здесь делает? А мы тебя взяли как интерферент, а ты находился в биополе нашего клиента. Представляешь? Куда он тебя знает? Этот клиент меня знает, спроси его, откуда он меня знает. Выходит так, что знает. Хорошо гуманоид, я здесь не для того, чтобы отвечать на твои вопросы, а для того, чтобы ты отвечал на мои вопросы. Демон, к тебе. Как долго ты находишься в этом биополе, как ты зашел? Меня интересуют детали. Тебя кто-то послал, или ты сам пришел? Сам пришел, сапожки принес. Когда это был, даритель сапожек? Три месяца. Хорошо, какая была ситуация, как ты смог его пробить? Я хочу увидеть эту ситуацию, покажи мне ее. Как он опустил свою частоту, свои вибрации? Что это был, спор? Опустил? Или как? Мои сапожки, не обижай, большую силу имеют они, больше, чем воронки. Я не говорю, что они имеют меньшую силу. Мне интересует ситуация, когда ты смог войти в его биополе. Была ли у него пониженная вибрация? Ругался ли он в тот момент? Обычная вибрация была, подставил я ему сапожки, он в них и зашел, пошел дальше. У тебя не было никакой конкретной цели, ты просто увидел цель, которую можно получить и поставил свои сапожки, он в них вошел. Так чистенький он был. Он был чистенький. И это мы говорим о трех месяцах назад. Не видел никаких защит, которые тебе могли бы быть опасны? Меркабу, какие-нибудь слоя защиты, которые он выставлял? Ничего этого не было? Да, видела, как не видела, но мои сапожки сильней. А сколько герц в твоих сапожках? 24. 24, это довольно серьезный. Почти 25. Хорошо, как он мог избежать твоей подключки, мне интересно. А зачем ее избежать? Демон, давай отвечай на мои вопросы, потому что мне не так много времени на разговоры. Что ему нужно было сделать, чтобы эти сапожки на него не оделись? У меня у всех есть такие сапожки. Что ему сделать? Ну, не знаю. Эти сапожки бы оделись на меня, скажем так. Да у тебя побольше 24 будет. Вот поэтому я и спрашиваю, что ему нужно было сделать для того, чтобы не подключиться, чтобы ты не мог подключиться, чтобы твои сапоги не вошли в его биополе и не оделись. Воинственности в нем много. Вот если бы там любовь какая-нибудь была, доброта. И было бы неприятно, да? О, говорить противно. Ну, понятно, да. Текло бы там внутри вот это вот. Что с ним делать? А так я могу поиграть на его. Это твоя чистота, понятно. Хорошо. Хорошо, мне в этом отношении все понятно, вопросов больше нет. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Константина спроекцирует все энергетические и сферические каналы. Получить от них возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Да, воинственность они любят. Причем как и космические, так и демонические меры. Готово. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Константин забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Константин себе обратно. Ухозяин своих энергий возвращает все свое себе обратно. Есть. Хорошо, мы закончили реверс энергии. Сейчас начинаем вытаскивать. Демон, посмотри, на твоей чистоте что-то еще осталось? Веревки. Не осталось ничего, сапожки импульс давали. Понятно. Гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось в биополе? Да, над головой есть как зонт. Выходить тебе не надо. Снимай, притягивай себя этот зонт со всеми подключками. Над головой. Хорошо, над головой. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Константина с демоном, гуманоидом и их подключками. Один, два, три. Пошла рассинхронизация. Готово. Включаем внутренний белосет Константина. Этим сетом выдавливает из себя все негативное патогены низкооперационные чужеродные, находящиеся в его биополе. Остаточные энергии. На частотах интерферентов их подключек выходят. Все формируется в шар. Из него как пот какой-то вышел. От этого поводка. От поводка гуманоида, да? Он ярость выловит. Он как потел, чтобы справиться с этими импульсами, болью и вот этой яростью. Все это в шаре? Да. Я открываю под шаром воронку в галактическое ядро, уходя на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Помогаю моей энергией Константину отсигнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал. Открываю воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Все прошли проверку. Демон, ты больше не придешь в это биополю. Если ты не хочешь дальнейшего осложнения ситуации, найди себе новое место обитания. Тебе понятно? Придется найти. Готовы уходить? Сапожки отдай. Первый раз отдаю. Открывается портал внизу против часовой стрелки на чистоте демона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Готов. А вернул потому, что он зашел на свою чистоту. Идем дальше. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушай. Гуманоид Ута. Два месяца с поводком водил душу. Над головой еще была конструкция. Все в клетке. Посмотри, пожалуйста. Ух ты, какой наглый. Удивился откуда. Говорит, у нас не настоящая живая плазма. Она только у военных бывает. Ну, от к военным и отправим. Забираем его и забираем... Отлично. Подключки. Поводок и артефакты. Благодарю тебя. Давай, гуманоид, пиши письма. Готово. Хорошо. Поехали дальше. Посмотри, сколько энергии нужно Константину и какая частота вибрации? 390. Да. И 27. 27 Гц. Вот демона было 24. Даю команду. На счет 3 в макушку головы. Константин начинает поступать 7 высокоаберационных потоков. По 390% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Константин. Мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Свободно чувствую. Отлично. Возвращаем вас назад и сразу перейдем к чистке вашей машины. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Константина в его систему «Биоробот Душа». Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звелинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Автомобиль Константина ты видела. На счет 3 ты стоишь перед его автомобилем. 1, 2, 3. Ты перед автомобилем. Да, я здесь. По всему периметру автоналица рядом с автомобилем. Готово. Кто у нас? Здесь арахноид. Есть. И черт. Какой черт? 5. Хороший черт. Ты тут за рулем сидел, да? Нет, он в багажнике сидел. Черт и арахноид. Выходите сейчас, собирайте каждый все, что он оставил на своей чистоте. Возвращайтесь назад. Приступайте. А вот у арахноида как раз на стекле наплетено. Давно в этом автомобиле находишься арахноид? Гот. Вытаскивай все свое, возвращайся назад. Готово. Оба вернулись? Оба. Арахноид, больше ты в этот автомобиль не войдешь. Тебе понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирай, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Черт, хочешь получить негатив с автомобиля? Давай. Даю команду на счет три. Низкая аббрационная и эмоциональная энергия, эмоции, мыслей, чувств. Ну, космический маленький шар, а эмоции намного больше, как большой мяч. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, уходит на переработку, закрываю, опечатываю, растворяю. Забираешь черт? Да. Отправляю черту. Хорошо, черт, больше ты в этот автомобиль не зайдешь. Найди себе новое место обитания, к этому человеку тоже больше не подходи. Все понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на четыре черта, забираю, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй, ставь огненную пентаграмму. Готово. Под клеткой, открывая воронку в галактическое ядро, уходит на переработку, закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...